Покупка пиротехники в необорудованных местах продажи запросто может превратить новогоднюю феерию в фильм феерических ужасов. И это даже если соблюдать указанную на упаковке инструкцию. Чтобы избежать угрозы своему здоровью и жизни окружающим вследствие использования некачественных взрывных изделий, стоит помнить, что забрещена их продажа в мелкорозничных торговых сетях и на рынках. Кроме того, торговлей должен заниматься человек, имеющий свидетельство о прохождении обучения правилам безопасности при торговле пиротехникой, ее хранении и перевозке. На данный момент человек находится в городе без регистрации, это первое. Второе, что не имеет документов на право торговли, торговал с лотка, что запрещается. Торговля пиротехническими изделиями разрешена только в специализированных магазинах и секциях, нельзя торговать на открытом воздухе. Согласно постановлению 10.52 правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года, за данные нарушения административно-технический контроль составил административный протокол. Данная виражанка будет административно наказана. Работники магазинов пиротехники советуют при покупке петард, фейерверков и даже бенгальских огней, стоит обращать внимание на срок годности. При использовании просроченной или влажной продукции она может взорваться гораздо раньше, чем это предусмотрено изготовителем. Ведь пиротехнические изделия сами по себе небезопасные игрушки, а использование нелегальных устройств, которые часто хранятся с нарушениями, увеличивает риски. Рейды будут проходить до Нового года. У нас 25 числа введено усилие нанесения службы. Дежурят инспектора государственного пожарного надзора, которые постоянно осуществляют данные рейды. Сотрудники региональных служб МЧС советуют рязанцам задуматься о собственном благополучии и относиться к запуску пиротехники с должной серьезностью, приобретать только сертифицированные товары и быть аккуратными во время их использования.